Приветствую вас. Вы знаете, если, если рассматривать ситуацию с точки зрения рефлексов, да, с точки зрения, вот, ну, распознавания стимулов, то, да, человеку он может нравиться страдать, это правда. Человеку может нравиться страдать, потому что, ну, страдая, он получает наслаждение. Только вопрос в том, какое наслаждение человек получает, какое именно, он реализует свою потребность. То есть, он становится в определенной степени спокойным в этот момент. То есть, в этот момент его потребность, например, в безопасности удовлетворяется полностью, допустим. Но, поскольку данный способ, данная форма удовлетворения потребности, неважно в чем, в любви, в значимости, в безопасности, обращена вовне, то есть, для ее реализации нужен другой человек с определенной моделью поведения, то возникает снова и снова потребность в том, чтобы вызвать эту реакцию для того, чтобы почувствовать себя опять, ну, в желаемом состоянии. Здесь, на самом деле, все очень просто. Если в детстве человеку давали внимание просто так, ну, то есть, было много знаков внимания ребенку просто так, за тот, что он есть, и по мере его взросления это не прекращалось, аккуратно и деликатно стимулировалось его позитивное поведение не во вред себе, и такой ребенок вряд ли будет принимать страдания как источник наслаждения. Я думаю, вы понимаете. Ну, вы можете себе представить такого человека? Если только он чувствовал, что его родители и их хорошее отношение к нему является мифом, является вымыслом, является легендой. Вот только в этом случае, ну, да, в этом случае ребенок мог хотеть негатива как истинную. Ну, мы сейчас говорим про здоровые отношения исключительно. Так вот, и наоборот, если на ребенка обращали внимание только когда ругали, и когда ругали, на ребенка обращали больше внимания, давали ему больше, ну, общения с собой, с фигурами родителей, такой ребенок, скорее всего, будет воспринимать именно ссоры как свидетельство того, что все нормально. И это имеет и мировоззренческую позицию, что я не окей, со мной не все в порядке, со мной что-то не так, и поэтому я достойно или достоин того, что меня ругали. То есть, когда меня не ругают, мне неспокойно, я не могу принять, что я достоин того, чтобы меня не ругали. У меня занижена самоцелька, у меня искаженное восприятие себя, скажем так, да, родителями. Вот. И голос родителя в моей голове звучит, сделай что-то, чтобы тебя наругали, иначе ты не получишь внимания. То есть, внимание-то я хочу, но умею получить его и попросить его только таким способом. И бывают, бывают пары, где, в общем-то, ну, такой, знаете, взаимовыгодная такая история, получается, где одному нравится доминировать, нравится садистское поведение, а другому нравится, наоборот, значит, ну, быть по прессингам, и у него мазохистское поведение. И получается, что садист с мазохистом, как бы, вместе, и все здорово. Вот. Но если не повезло, ну, или повезло, тут уже от точки зрения зависит, вот, если случилось так, что не совпали вы по данным позициям, то возникают проблемы. Как бы, мужчина, он не понимает, почему вы ссоритесь, думает, что все дело, как бы, в нем, думает, что это вы пытаетесь его, там, как-то, вот, подколоть, там, и так далее. Ну, подколоть, задеть, там, и прочее. Вот. Значит, значит, допустим. А в действительности вам нужно просто набраться внимание, как бы, к себе. Вот. И, соответственно, вы не можете об этом сказать. Вот. Поэтому здесь нужно в первую очередь, значит, понять, что же вы хотите. Что, для чего, для чего вы хотели бросить парня, чтобы он вам обзавидовался, и так далее. Зачем? Чего не хватает вам? Ради чего все это делаете вы? И дальше уже потихонечку от этого, соответственно, опалкиваться и двигаться к дальнейшему, значит, вашему развитию. Вот. Понятно? Какая история. Ну и, конечно, нужно понять, что делать, чтобы что. То есть, чего вы хотите. То есть, вот, ваш вопрос. Теперь не знаю, что делать. Не знаю, что делать, чтобы что. Мама. Что делать, чтобы что. Какова цель-то? Если вы чувствуете себя плохо, подумайте, чего потеряли, чего лишились. И, исходя из этого, можно уже делать выводы, как вам корректировать свое поведение. Но вообще, если вы не можете без ссор, то это работало с родительским сценарием. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.